Вот тут мне удовольствие впечатления за это письмо. Вот смотрите, как оно интересно. Согласна с вами. Дерево растет, цветет, подалось и зимует. Что еще нужно? Засовшие ветки убирайте в престольных кругах аккуратно и дальше за упокой даем. То есть пока все нормально. Растет, цветет, зимует. Что еще нужно? Нет, оказывается, теперь надо высадить календулу, бархатце и все будет хорошо. Нельзя, чтобы высадить календулу или бархатце, надо перекопать почву под деревом. Нельзя этого делать. Вот растет трава, покосить ее и все. Даже здесь не полностью меня понимает. Дерн должен быть густой такой, чтобы лопатой нельзя пробить было. Вот что такое дерн. Дмитрий Дементьев. Валерий Константинович, здравствуйте. Так, режать или не режать? До этого смотрел видео, где вы говорите, что секатором за километр обходить деревья. В этом видео ходите там, тут обрезать для образования новых веток. То есть просто, если вот так сказать, то действительно до многих не доходит. До Дмитрия не дошло. С одной стороны, надо обходить. Помните, я говорил про якобы манерез абрикоса? Загубили. Яблони загубили. Ведь откуда взялась бактериальная болезнь? Она началась-то с коричневых деревьев, а потом уже разошлась. И получается, человек меня не подал. Я говорю секаторам, надо обходить. И тут же показываю, как обрезаю новых веток. Уважаемый гражданин Дементьев, долго, столько раз говорил, скажу опять же, коротко, никуда. Это столько раз говорили, на меня кое-кто уже пошлет. Сколько? Уже люди знают. Специальная обрезка. Их несколько видов. При пересадке дерева обязательно отрезается треть, половина, смотря сколько корней сохранилось. И хорошо быть с запасом. Вам кажется, что треть корней уничтожена? Режьте больше половины. Приживется, и тогда будет нормальное дерево. Да, калека, но не самые калеченные. Раз. Обрезку я показывал, вот фильм посмотрите, я стою с девочкой, вот с той, с Полиной. Рядом, а какой был абрикосище? Ой, какие. Какие урожаи давал 100-граммовых этих академиков? Какое абрикосище? А теперь вот такие вот эти самые пенечки и ветки. Полтора метра, полтора, 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 скелет. Все лучше отрезано, все. Смотрите, шутка. Это обрезка на омоложение. Он должен продолжать меня кормить. Коточками накормил так, что я их за 20 лет не продам. Через год-два я буду в него выбрасывать. Вот. Дальше. Значит, второй вид обрезка. Санитарный обрезок. Да, режьте сухие ветки, но не перебарьте, не режьте, как написано, по-живому. Отрезайте так, чтобы столько оставалось сухого. Вот этот момент. Так. Когда еще нужен секретарь? Вот. Значит, еще он нужен, когда мы делаем, ну или пила, когда мы делаем специальную обрезку, чтобы ветка, как правило, и отрезает двухлетний. Просыпаются почки, которые до этого не спали, и выбрасывают вместо одного вот так вот, двое, три или четыре. Но если брать вот эти две, вот такую ветку, поддалительную отрежешь, она выбросит тоже две, три или четыре. Но они уже будут настолько тонкие, нам надо хотя бы вот такие, с карандаш, с ручку, что они уже не смогут выполнять роль маточного дерева. Дерева нет. Приходится режать двух-трехлетние. Это вынужденная мера. И вот человек увидел, когда я обрезаю, вы же сами сказали. А как вы написали? Вы хотите там, тут для образования новых веток. Да. А если вам не нужны новые ветки, оставьте дерево в покое. Вот такой ответ. Фух, посчитался. У меня таких несколько сотен. Меня хорошо знает Ребрик. Он меня много, пятьдесят, за что я его благодарен буду. По гробу жизни. Вот. Главный редактор журнала. Ох, скоро начну забывать. Весник садовода. Так вот. А раньше я не открою, раз фотографирую. Причем, мне многое не нравится. Я не виноват. Вот это, наверное, очень умный человек. Татьяна Викторовна Плаксина. Это много лет прошло. Уже говорят о Институте Савенко. Загублен. Не отменен, не закрыт, а загублен. Вот есть такое слово. Загубили. Не садоводство. Вот она там работает. И вот смотрите сюда. Почему я считаю, что в той среде очень много основано на ложных допущениях. Давайте вот одно только. Одна из основных причин. Широкая. Мы до сих пор о чем говорили? О маниллезе. А вот его родственник. Кокомикоз. Вот. Может быть, вам это не интересно, друзья, пропустить? Нет. Сказал А. Так. Итак. Широкое распространение. Широкое. Которому многие ранее выращивали сорта, оказались восприимчивыми. То есть, грибному заболению. А вы уже знаете меня, что гриб, этот кокомикоз, ни при чем. Слушайте дальше. Поэтому перед салитационерами стала задача создать устойчивое к кокомикозу в обрывании сорта вишни, при этом обладающей высокой зимостойкостью. А дальше вы еще не поняли, к чему я это говорю. Что такое создать устойчивое к кокомикозу? Для этого, естественно, нужно заниматься скорящиванием, нужно кровь других сортов. Вот. Устойчивое не к кокомикозу. Вот напишите, уважаемая Татьяна Викторовна. Устойчивое к морозу. Раз. Ну, против лома нет приема. То есть, все равно, если вы потом пойдете в свой сад, в этот самый, в этом институте, и начнете вырезать ветки, которые, на ваш взгляд, запущают, не туда растут. Это мы научили тех, знаете кого? Я уже сколько их пинал. Вот. Не так растут, не туда растут. Вниз растут нельзя, вертикально нельзя, внутрь растут нельзя, пересекающие нельзя. Вот. И пошло-поехало. Если вы это все делаете, вся эта работа бесполезна. Вы оставили дерево, тогда получается, вы можете продолжать эту работу. Например, вы продолжаете георгенную работу, вы добавляете с помощью селекции, то есть, с помощью, в данном случае, опыления. Добавляете в кровь другие сорта устойчивые. Вам кажется устойчивым. А они просто более морозостойкие. А начали вы с чего? Вишня степная. Одна из наиболее распространенных косточкой культуры. Это дикарь из дикарей. Она не боится ничего. Почему степная? Посреди голой степи. Птичка несла, несла, покакала, извините. Вот. Или еще кто-то. И она взяла, посреди голой степи растет. Но не мощным деревом, как у меня эти самые. Ух, штамбово, это моя находка. А кустарник стелится по надземле. Высота, цитирую, 2-2,5 метра. Плоды мелкие вот такие вот. Но устойчивые невероятны. Надо ли ей заниматься? Если вы к ней в кровь добавите более культурные, а где их взять? Только на юге. Вы, наоборот, потеряете морозостойкость. И вы увидите, что мороз действовал сильнее. Грибов больше. Наша песня хороша. Начинается сначала. Вишью степную улучшать не надо. Она есть, как бы сказать. Это основа основ для морозостойких, для степных, для ветра, где надо прижиматься к земле. Это есть уже миллионная летняя селекция, проведена до вас. И улучшать ее. Камикоз. Это когда вы берете ее настолько, до 40-45 градусов держит мороз. Ежегодное полоношение. Это чудо. Это сказка. Пусть плоды невкусные, но компоты нам нужны, варенье нам нужно. Из нее варенье. Вот. И вот получается, что вы, что бы вы ни делали, вы можете ее только захубить. Почему? Потому что стоит только за нее взяться. Она идеал. Вам никогда с помощью двух, трех, пяти поколений, это самое, нельзя переплюнуть то, что она обладает главнейшим качеством. Супер морозостойка. Самая морозостойка в мире. Степная вишня. Ну. Вы не так этим занимались-то. Ах. Тут дальше расшифровка идет. Вы можете всю жизнь этим заниматься. Но вы степной можете только испортить как. Она станет чуть-чуть крупнее. Чуть морозостойка теряет. Чуть. Не бывает такого. Не совместите вы, чтобы она была и более морозостойка, и более крупная, и более вкусная. Не получится. О, высказался. Так. Ну что, дружище, давайте с вами разобраться. Теперь. Завидую и белую завистью. Никак не могу решиться начать делать прививки. Боюсь их бить сердца. На чем потренироваться? У меня взошла сладкий медаль. Семья из обычного магазина. Очищенный медальный орешек. Посеяла. 29 апреля. Ну то есть несколько недавно. Предварительно на сутки замачивала на стройе критероспорина. И вот 3 мая увидела, что пришел корешок. Два самая. Села в опилки, которую купила в магазине для кошачьего туалета. Предварительно проливала тоже критероспорина. Бедные. Бедные. Семья. Оставила в теплице, но сезамбран в середине чехол. Выбор пал на опилки, так как из них потом легко вынуть сень для пересадки, без повреждения корней. Это все на рассаду, все бахчевые. Села в продажный контейнер, поэтому увидела. Ну и следом возник другой вопрос. А реально ли делать прививки на стадию схода? Вот как она мне тупик поставила. Я уж вроде почти все знаю, но как на стадии схода делать прививки? Вот смотрите. Она так пишет так, что Смотрю, народ вообще прививает, а вот все арбузы приходят. Не пробовали? И поэтому вот. Еще и кто? Хе-хе-хе. Дайте с абрикосами разобраться. И следующее. Может стоить достать ядро из кости, и сеять без танцев с бублями? Что скажет мы это? Вот. Хе-хе. С уважением Милоруссия. Хе-хе. Хе-хе. Ну вот видите, не все так грустно. Вот. Достали меня. Посадили еще. Вот. Поверьте меня. У меня в прошлом году не взошли ход с очки персика. А они не могли взойти. Годом раньше. Посадили было порядка 50 или 100 штук. Не помню. Взошло штук 8. Это катастрофа. Вот. Но. Когда садили, не было. Уже не было дождей. Вообще. Поливал колодезной водой. И еще лето колодезной водой. И осень колодезной водой. И все. Так они именно это. Считайте, что они взошли. По щипке. Дальше. Значит. Что я могу сделать? Есть специальные щипцы, знаете, которые не полностью раздавливают. А частично. Оставляя вот такое пространство. Чтобы рядышком было цело. Такие щипцы бывают. Или там посатижи. Вот. Уже тогда я знал, что это можно делать. Не мог себя пересилить. Вот они. Они прикоплены были вот так. У некоторых торчали в шпинке. И уже бы росли. Нет. Я не смог себя пересилить. Чтобы их расколоть. Понимаете? И свежие. В этом году еще было посажено. Нет. И так два года назад. И год назад. Предпоследний год еще было посажено. Сотни штук. Вот. И то же самое. То же самое. Вот. Ну. Больше было прозрано. Деньги. У себя оставили сотни. Ну. То же самое. То есть. Пока не всходят. И неизвестно взойдуты. И сейчас не поздно выкопать. А это. Расколоть. И посадить. У меня будет гарантировано сотни садусов. Просто. Могу. Я ничего с собой поделать не могу. Он просто знаете как. Не могу. Что будет то будет. И вот сказать ему. Конечно достать я тоже не могу. Но так как он. Он или она. Знает прекрасно что такое танцы с бомбами. Знает что. Такой вариант существует. Знает что несколько раз у меня показывал. Рассказывал опыт нашего украинского друга. Валерия Александровича. Со стопроцентной схожестью персиковых костей. Те же наши. Этих самых. Дальше всех. Вот это я хотел сказать. Что скажет метр. А сами решайте. Это резкий случай когда мне нет четкого ответа. Душа не лежит когда доставать ядра и раскола. Не лежит. Ну а делать привыки на стадии схода. Я даже знаю как это делаешь. Так. Валерий Васильевич здравствуйте. Я из Москвы. Дача деревни Владимирской области. Я совершенно новичок по работе на земле. На осень стремлюсь. Два года назад посадила две яблоньки купленные на рынке. Они прижились. Но сажал в ямку по совету калифер. Но калифер и до сих пор живы. Я же думаю надо ждать пока они все выбраться что-ли. Но они не выбраться. Потому что новое поколение такие же. Ямку, ямку, ямку. А этой весной по тем же советам произвела обрезку их. Вот так. На ваш канал попало только сейчас. СЕГОДНЯ. Ну это было видимо неделю назад письмо. К своему ужасу поняла. Какой вару с бедными дельцами совершила. Горевать бесполезно. Очень хочу вашу саженцы. Яблон, грустный, абрикос. Я не знаю что просить. Присажите по своему усмотрению. Пожалуйста. Сейчас еще не поздно сажать. Но это был разгон неделю назад. И с вашими инструкциями все возможно. Ну мои дети посылают памятку. Ну там опять же посадите на холл и так далее. А какие семена у вас? А вот этот вопрос ко мне. Значит если вы опоздали, то еще есть 8 и следующий год. И саженцы настолько ценны, что еще раз диктую телефон невестки Татьяны Александровны. 8. Железовая. 913-444-3178. Вот. И говорите. А уже нет. Давайте тогда на осень или на следующую весну. Теперь вы пишите. А какие семена у вас? То есть вы не едите это. И от семен не откажетесь. С уважением Надежды. Валентина Григорьевна. Максим из Горно-Алтайской. И это уже. А может это уже следующее письмо. Ну-ка попробую вот так. Нет. Ну не важно Максим или Валентина. Это не так важно. Давайте сейчас посмотрим следующее. Давайте. Итак. Каталог никто не отменял. Я должен. Дело в том, что вроде бы уже конец истории по семенам. Но не конец. Есть Сибирь, где пять дней назад у нас у меня там еще нескольких регионов шел снег. Все пять дней назад. Значит не так уж и поздно. Так. Вот я сейчас вам показываю свой каталог. Очень коротенько, быстро. Вот. Большинство из вас близне округа накупились уже. Так. Посмотрите сколько надо знать, чтобы было. Итак. Вы видели довольно недешевые цены. Видите? Ну вот пришла весна. А нет. Они оправдывались. Орех манджурских схожеств. У меня. Вода не есть как горят. Сейчас Сергей будет их вырубать. Все. Их не купили. А в схожестве не сто процентов. Вот не думаешь, чтобы зайдут все. Теперь вырубать. Я имею в виду сахарусы. Вот. Стоит ли сережная кошка 30 рублей? Если стоит. Даже если с десяти взойдет две, у вас сад сережного есть. Потому что в нем гены вишни. Вот. 30 рублей, 2 рублей. Но. Пришла весна. Начались праздничные скидки. Праздники. Майские. И теперь. А до следующего сезона. Вот. Созреет новое. И опять. Заметьте. И опять будет вот так. Ой-ой-ой. Видите? Здесь в Кокосике будет по 100 рублей. Сейчас под них вообще нет. А на следующем сезоне уже удовольствия дешевле не будет. Потому что эти по 100 рублей. Их было в сумме. Это мои. Плюс. Мезинова. Плюс. Чернобаева. На селе дешево продавал. Потом цену поднял. Но было поздно. Там тысячи сеткушек разошлось со свистом. И вот получается следующее. Если. Эти цены. Вернутся. На следующий сезон. Ну. Новый урожай. Да. А этот урожай. А хранение идеальное. И сейчас еще есть. Санксирование. Сколько людей. Если я отдельно подописал. Чтобы вы поверили. Люди сейчас. Вот это вот. Переполнено. Все. Я потом. Буду выбирать отсюда. Буду показывать вам. Это все. Вот тут вот. Оно уже есть. На большом экране. Вот. Ватсап. И вот тут. Ватсап. Тоже на этом. На компьютере. И там крупный план. И там у меня. Море фотографий. И море фильмов. И везде. Всходят. 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 И сейчас еще. Я бы даже сказал. Недельку-две. Можно рискнуть. Заказать. Ну. Обычно. Задержки. Десять дней. Обычно. 5. Вот. Тогда. Получается. Софицированные берете. И быстро сходите. Для южан. Это. У них. Лето длинное. С гарантией. Для северян. Хорошо. Что тут земля. Чего еще отраивает. Тоже не поздно. Вот. И. Вот. Они. Происки. Скидки. Согласитесь. Что это практически два раза. Два раза. Дешевле. Получается. Так. В среднем. И теперь это будет действовать все лето. И сухие тоже. Позже. Я уже написал. В отчаянии. Рассилка. Сталичирована до 30 мая. А сегодня уже восьмое. Летом. Осенью. По этой же цене сухие семена. Рассилка. Вот. Запасайтесь. Выгода. Дичайшая. Я знаю что. Ну. Два. Три. Я получил не больше. Тут получился анекдот. Вот. На. Наш. Один из наших. Близних друзей. У него свой. А не буду камеру говорить. У него свой канал. Вот. И у нас общий. Этот. Ящик. Почтовый. И все эти годы. У него был небольшой преработок. То есть за 20%. Он. У себя. Размешал каталог. Так. Какой-то раз. Получалось. Ну. Десять тысяч. Последний месяц. Это. Редко. Его доля. Если. Ну. А то. Что я. Рассылаю. Рассылаю. А. По разному. А. Он взял. И вдруг. Где-то числа пятого. Разместил. Или четвертого. Разместил. Вот этот. Вот этот каталог. Попросил меня. Сразу. Через суток. Пришло. 30 заявок. На. Простите. Каталог. Каталог. Вышел. Еще из. С. С. Ни. Одного. Человека. Потом. Потом. Один. Единственный. Который. Взял. Заказ. Вот. То есть. Время ушло. А я считал. Что будет. Обострение. Вот. А. Не получилось. И. Тем не менее. Я не скрываю. Мне. Мне. Не этим самым. 10-15 малышам. Которые. Не знают слова. Папа. Вот. Нескаким старикам. Которых. Покупать. Лекарства. То. На. Еду. Небудь. Не рубля. А. Если. Покупать. Еду. Все. Летом. Получается. Большая. 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 Поэтому. Я. Надеюсь. Хоть. Немножечко. Я. Живу. На. Не хватает. Залейки. Вот. Рассказываю. Как они. Примерно. В это время. Сегодня. Было. Тихо. Раза. 25. Опять. Назад. Была. Зима. Вот. И. Продаю. Сам. Утром. Было. Минус. Я. Валенки. И. Валенки. Мне. Я. Валенка. И. Мне. Задала. Женщина. Вот. Этот. Вопрос. Для меня. Он. Был. Какой-то. Оскорбительный. Страшный. Она. Приехала. Там. Расскорбительный. Страшный. Приехала. Ну. Там. Я. Еще. По. Короче. Я. Не. Плакался. Это. Не. Это. Нужно. Это. Не. Унижение. Вам. Это. Нужно. И. Выгодно. Все. Такие. Два. Раз. Я. Не. Подниму. 100 рублей. 4 штуки. Купили. 200 рублей. По полтиннику. А. Вот. Новая книга. Ну. Подумаешь. 1500 рублей. Когда. Она. Быстро станет. Ралитетный. Тираж маленький. Вот. Теперь. Диски. До сих пор берут. Очень редко. Они. Ценей. Ничего не бывает. Это бы студентам. Вот. Этого 20 дисков. Заменили бы. Пять лет обучения. Потому что. Всякую херню заставляют учить. А практике никакой. А тут. Хотя бы узнать. Как действительно надо. Вообще. Врачи. Вот. Мы с моими глазами. Вот. Теперь. А. Это чисто праздничное. То есть. Хочется празднике. Будет просто лучше. Смотрим дальше. Вот это. Что я продавил. Эти. Еще до сих пор. Все. В виде. Существованные. То есть. Сухие. Так. И. Вот. А. Проходят. Заказ дел. Все. А. Дальше. Это начинается. Самое интересное. Я взял. Вот это уже. То есть. Будет. Может. Не будет. Я потом. Созрела. Венгерка. Богатышкая. Добавил. Венгерку. Смотрите. Это шедевр. Потому что. Это одно дерево. На планете. Черносив Чижика. Улская красавица. Черносив Козловского. Это все чудеса. Черный абрикос. Чудеса. Вот. Сливы. 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 Через. Это все фотографии. С моего сада. Я. Я же не ворвал фотографии в интернете. Это все с моего сада. Восторый год. Слежак. Вот. И. Это моя ладонь. Это моя железовая ладонь. Вон она моя линия жизни. Мне еще долго жить. Надеюсь. Вот. Еще. Еще. Пусть своя ладонь изменилась. Мне невозможно представить, какая она будет. Это первое дерево шедевр. Но я имею право поместить. Некоторые семена должны. А. Я рассказывал. Я опять вырастил немножечко и семян. Я хочу найти ту самую форму. Но мне не удастся. Надо тысячу, две, три деревья вырастить. Чтобы вот это сделать. А. Не сохраняется качество. Количеством брать надо. Но сейчас мы всем миром. Я же и таких костик за все годы. Именно Фаина разослал несколько тысяч. Я же души даю в ваших садах. По теории вероятности, не повторится у меня. Но когда есть кости, я не обещаю повторения. Я как та порядочная девушка. Видели? Ранний, поздний. Вот. Ветром надувал. Я так раскрываю. Я шучу. Как Макси Каталински стать таким? Соседи постарались. Кстати, схожесть у меня оказалась удивительнейшая. Так, я оттуда случайно выпрыгнул. Ну чё, всё. Всё. Больше дальше показывать не буду. Так. И оказался почему-то вот здесь. Ну чё-то, бывают такие огрехи. Сейчас, 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 сейчас. Наше время истекает. Это самое главное мне надо рассказать. Так, Беларуси мы уже поговорили. Дальше в деревне поговорили. Так. Так. России в деревне попал. Наше время. Тогда чё-то будет. Нет, поэтому, если мыARTgt.